Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, я вас приветствую на нашем новом шоу, которое называется Fast Lane! И знаете, в чем его особенность? В том, что здесь нету левосторонних волчков, а это значит то, что у нас не будет ничьих, я не буду беситься, злиться и так далее. И это безумно круто. У нас 30 волчков из рандом-бустеров пятого сезона. У нас здесь есть и вот этот горячий металл, и новые волчки, даже есть Геркулес и Феникс, но они кастомные, и даже Форнеусичка у любимых фиолетовеньких есть. Поэтому посмотрим. Многие просили меня сделать Over the Limit 2, но я подумал, можно его сделать, да, но как будто бы в чем будет отличие. А вот у Fast Lane абсолютно новое шоу без левосторонних волчков. Ну что ж, друзья мои, я вас всех рад приветствовать, и мы начинаем. Первый поединок сегодняшнего дня вечера у кого-то ночи, и я предлагаю начать с чего-то поистине волшебного. Климентс! Вот такой бейблейд. И-и-и какой, и вот такой. Вот, просто рандомно вытащил. Два красивых по цвету, причем, кстати, по-моему, с одного бустера они. Погнали! Битва золотых волчков. Кстати, многие поддержали в комментариях мою идею касаемо нового нейминга бейблейдов. На самом деле, знаешь, в чем прикол-то, кстати, кто не знает? Опа, победа! Вот эта победа мне нравится. На самом деле, друзья мои, в чем прикол? Расскажу. Многие не знают, кем мы с неймингом. В начале блогерства, в начале, там, когда появлялись некоторые каналы, они, значит, мало того, что они играли до семи, ну, типа, знаешь, типа, вышел новый волчок, у них уже был один, они такие, типа, погнали до семи. Просто по одному очку давали за берсту, за вылез ринга. Просто играли одно, ну, надо было видео растянуть, да, как бы волчков нету, поэтому, ребята, придумали вот такую вот историю. Я к этому отношусь положительно в начале, да, в этом что-то есть, когда у тебя нету сотни бейблейдов, и ты хочешь что-то сделать, немножко прервался, отвлекся, и ты хочешь что-то сделать. В принципе, неплохая история, и вот, поэтому вот. Но были еще и каналы, которые откровенно называли волчки по-другому. Честно признаться, не знаю зачем, то ли им было лень учить оригинальные названия, то ли они считали этой фишкой, но, как показ практика, такие каналы далеко не ушли, но, как идея, как и... опа, опа, победа, чистые победы. Ребята, как я люблю Фас Лейн. Наверное, Фас Лейн, мое любимое, мое любимое шоу из последних таких, что выходили, потому что, ну, реально, нету ничьих, я счастлив. Кстати, участников 30 вообще можно даже поиграть до двух очков, чтобы немножко больше сделать роликов. В принципе, можно попробовать сделать первый такой, вот эти первые матчи сделать по одному очку, а следующий сделать по два, вот. И или нет, не знаю, посмотрим. Но волчки очень быстро улетают. Да зачем нужны миллион матчей? Зачем вот это вот все? Выиграл? Выиграл. Все, апельсинка против лимонки, хэм хэгис, между прочим. Да, слушай, в пятом, сегодня в рандом фустера, они забросили действительно много волчков из третьего сезона. У нас тут есть и геркулес, хэгис, феникс и форнеус. То есть, любопытное решение, необычное. Вот, пожалуйста, геркулес, фиолетовый, тоже офигенский цвет. Погнали. Ребята, вижу ваши комментарии, что вы просите меня делать для вас сборки для турниров. Или устроить мне тут вообще такой кринж, чувак пишет. Байзон, сделай вот такой же типа оверда лимит, но со сборками подписчиков. Да вы что, во-первых, я с ума сойду это все делать, потом я с ума сойду все это разбирать. Но более того, от вас же нет адекватных сборок. От вас единственная сборка это на Биллинге и на Мобиусе. И, как бы, это не так, друзья мои, работает. А делать откровенно джоберские сборки не сильно хочется. Вот, поэтому у нас есть мои рандом-бустеры. Мы еще сделаем какое-нибудь шоу, я придумаю, с бустерами шестого сезона. Вот пока только думаю на название все будет. Опа, Саламандра залетела. Саламандру-то я не заметил. Что ж, у нас 29 участников остается. Вот такие дела. О, Феникс, между прочим, против горячего металла. Саламандру заметил, посчитал. Она попала. Она очень, видимо, хотела битву, но не Саламандра. Фастлей. Ого! Берсту, берсту, берсту. Я думал, Феникс чистую победит, а он еще и сокрушил. Это вообще плюсочек класс. Вот, поэтому у нас Фастлей. На Фастлей нет места левосторонним, я бы сказал, плохое слово. Но не могу здесь этого говорить. Поэтому левосторонним волчкам. Вот, но вы представьте себе это плохое слово. На букву О. Погнали. Следующий. Поединак, друзья мои. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, ничего, ничего, нормально. Фастлей набирает обороты. И сегодняшнее шоу мне, правда, очень сильно нравится. Потому что оно действительно мощное, яркое, крутое, быстрое, необычное. И, типа, нету ничьих. И нету каких-то, знаешь, заминок и проблем. Класс, класс. Просто шустренько, быстренько идем. Ну, вот, поэтому название. Мне вот под прошлым, под Овердой Левитом писали, что название говно. А я такой, Санты, говно. Вот. И, типа, отличное название. Дело же, в общем-то, не в названии, а в том, что из себя представляет данное шоу. И вот шоу Пастлей. Мне очень сильно нравится. Непредсказуемое, быстрое, классное, мощное. Разве что пока меня только смущает Феникс. Ну, да бог с ними. Ладно, в принципе, Айрнайт и так слабый. Поэтому ничего страшного, что он продул. А до этого Бёрста я, в принципе, рад. Погнали дальше. У нас Форнеус против, что это, Диаболос. Я не могу понимать. Погнали. Какой-то кастом. Я называю волчки по верхнему слою. Вот, ну, по вот, Диаболос. Да, вот, мастер Диаболос. Я называю просто Диаболос. Так звучит круче. Вообще, интересная история, что они делают двойное имя. Вообще, интересно более того, что название. Все такие, знаешь, хоть контора японская, да. Но вот названия такие плюс-минус европейские. Вот, поэтому. Такие более стандартные, привычные для всех. То есть, как бы, мы продаем только... Оуу! Форнеус остался, друзья мои! Форнеус, Форнеус остался! Я уж подумал, что все. Я думал, он выскочит. А нет, Форнеус всегда остался. Короче, вот. Несмотря на то, что они продают волчки только... Ну, то есть, смотри, какая история. Допустим, в Японии волчок бы назывался Сики-Пики-Муки-Буки. А вот, допустим, в Америке Виннинг-Валкирия. Но, вместо этого, в Японии Виннинг-Валкирия. А вот в Америке, в Хасбро, Гот Вал... Ну, не Гот, там, как она называлась, вот этот Виннинг. Ай! Ну, короче, вот есть... Хорошо, есть... Как это? Я все позабывал, как это называется у Хасбро и у Такаратоми. Сейчас скажу, подожди. Есть... Как это? Генезис Валтераек от Хасбро, да. А есть, соответственно, Гот Валкирия от компании Такаратоми. Вот, то есть, как бы, плюс-минус одно слово поменять. Особо в этом прикола я не вижу. Ну, как бы, а зачем? У вас же все равно одна... Одно дело общее. Как бы смысл. Вот я и говорю, если бы были названия прям японско-японские, тогда да. А так, как бы, ну, смысл... Нет, там, одно слово менять. Как бы, я не знаю, в чем смысл. При этом, да, какого-то дэдсайзера, там, какого-то опасного для детей. Ну, название такое, скажешь, что коренжовое для детей, поэтому... Дэдхэггис тоже, да, вот они фигачат. Хасбро нормально, здесь все в порядке. Какие-то вот названия не совпадают. Не знаю, я думаю, это просто как приколюха, знаешь, возможно, показать, что... Смотрите, вот у нас есть... У нас и, мало того, окраска новая, мало того, драйвер. А вот у нас еще и название другое, немножко отличается. Но не сильно, знаешь, не сильно, чтобы люди понимали, что к чему. Слушай, люблю берсту, когда происходит берст, но это всегда в рамках нашего шоу это прекрасно. Да, вообще, в целом, берст у него очень хорошо. А погнали дальше, мы идем. У нас два волчка, горячий металл сегодня просто весь вылетел. Максим, ну, это, ну, это, конечно, матч 10 из 10. Вот, первая заминка на фаслейне, я больше болтаю, но я пытаюсь немножко... Да, что такое? Люцифера очень плохо запускает спускалки, я его скипну, но просто на словах, что ни один из горячего металла не прошел дальше, как-то его скипать, а Люцифера, потому что плохо запускается, как-то глупо, но против Рагнарёка, а это его соперник, он не справится никак, поэтому тут, ну да, он и проиграл. Да, я плохо запустил, но это неважно. Я считаю, что если волчок запускается изначально криво с пускалки, не со всех пускалок он запускается, и я считаю, что это изначально отстой. Просто, знаешь, многие раньше писали, что, типа, мол, вот, ты просто не умеешь запускать, надо вот так, вот так. Нет, друзья мои, это не так работает. Вы должны, компания должна произвести хороший волчок, который должен подходить ко всем пускалкам. Неважно, шестого сезона или первого, оно должно работать. Понятно, что спускалок первого запускаться слабее, спускалок шестого запускаться круто и быстро. Но запускаться должно вообще в любом случае. Понятное дело, когда ребенка как-то криво насадил или что-то еще, или там запустил на пол, а не на арену, это другое дело. Когда у тебя реально волчок... Ну, вот, давайте, ладно. Нет, все, пофиг. У нас фастлейн, мы двигаемся дальше, и вообще все равно, что там происходит. У нас есть небольшой нюансик, у нас должно было быть больше участников, поэтому... Следующим, получается, выпуски. Да, может, и финал сделать, смысл это растягивать. Ну, растяну я полуфинал на... Ой, растяну я следующий ролик на два. Смысл, что мне там в финале одинаковые битвы устраивать? Не очень хочется. Давай две части фастлейн из двух частей. В принципе, это довольно-таки прикольно. Why not? Ну, потому что, видишь, как почему так быстро получилось? Потому что левосторонних волчков нету, и поэтому у нас так все быстренько мы проскочили. Не будет у нас соперника у одного волчка. Я вам помню, хотя странно, вроде было 32... Вроде было 29 участников, а не хватило всего одному волчку претенденту. Ну, ладно. В принципе, это уже не так важно. Остались двое. О, два горячих металла. Получается, у нас прошли два горячих металла, но, опять же-таки, один дрался просто с откровенным джобером Люцифером, а вторые два дерутся друг с другом. Поэтому тут как бы уже... Я не знаю, какая-то есть идея в голове. Собрать весь мой горячий металл, положить его в отдельную коробку, и, возможно, сделать какое-нибудь отдельное про них видео. Как вам эта идея? В комментариях напишите. Вот. А я продолжаю нашу битву. А я знаю, вы мне напишите, давай теперь битву львосторонних волчков. Я не хочу этого делать. Я не хочу, не хочу я такого снимать, потому что я в длиннивый жопу. Вот такое вот кино. Ну, чего? Последний участник. И, ну, кстати, у нас ничья. Ну, давай перезапустим. Ладно, уж тут как бы такая странная ничья. Вроде бы они оба недостойны, но да бог с ними. Перезапустим. Ничего страшного. А один раз, как говорится, можно. Можно разочек, можно. Ничего страшного не случится. Один раз в конце выпуска, в принципе, довольно любопытная история. Все. Красный победил Кирбевус. Ой, Кай Сатан. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на динь-динь-дон. Динь-динь-дон с вами был Лучший из лучших негомонных. Благодаря всем дочке. Всем пока-пока.